Очень приятно познакомиться. Сегодня у нас тема – это пациент с пиотораксом в отделении реанимации интенсивной терапии и после того. Для начала нам нужно будет вспомнить кратко о пиотораксе. Это у нас скопление гнойно-оксидативного выпада в плевральной полости. Она вызывается у нас инфекцией. Классическими клиническими признаками у нас являются одышка, тахипноя, лихорадка, вялость, анорексия. Но они самые распространенные у собак и кошек. У кошек у нас пиоторакс чаще всего встречается у молодых животных от 2 до 4 лет, у домашних короткошерстных без половой какой-либо принадлежности. У молодых кобелей чаще всего встречается от 3 до 6 лет и у них тоже диагностируется пиоторакс. Хотя при всем при этом нужно учесть, что это не строгие данные о том, у кого именно встречается пиоторакс. То есть можно встретить у новорожденного какого-нибудь щенка или кошечки или у какого-нибудь достаточно возрастного пациента. Поэтому всегда об этом нужно помнить при диагностике пиоторакса. Если говорить кратко о причинах, то у собак самые частые причины – это кусанные раны, проникающие ранения грудной клетки, вдыхание каких-либо инородных тел. И также об этом очень много говорить. Мы в своей практике встречали вплоть до того, что перфорация пищевода или тракея даже бывала. Поэтому собак они такие боевые, как указано у меня на складе, на слайде точнее собачки. И вот у кошек – это самая частая причина распространения легочной паренхоматозной инфекции какой-либо, миграции народного тела, разрыва пищевода и так далее. Постарелла у нас является одной из наиболее распространенных бактерий, которые выявляются у кошек примерно в процентах от 14 до 40. И чаще всего такие пациенты имеют у нас в анамнезе кусанные раны. Вдыхание инородных тел в виде травянистых остей тоже является достаточно частой причиной пиоторакса. Но все зависит от географического положения животного, поэтому нужно об этом также помнить. У нас, например, в Санкт-Петербурге это достаточно редкая патология, с которой мы встречаемся, что находим инородные тела. А в других более теплых регионах, где достаточно много собак, все, что ежнее у нас там, там такое можно вполне себе встретить. И ребята, которые проводили исследования, как раз таки это и описывают. Лабораторная диагностика – это все, что нужно знать при передаче пациента терапевта или хирурга в отделение реанимации интенсивной терапии. Обязательно это у нас должно быть наличие эксудата при визуальной диагностике. Это должно быть обязательно выполнено. Цитологическое исследование выплатной жидкости – это достаточно информативное, на самом деле, исследование. Им не стоит никогда пренебрегать, потому как в процентном случае у собак это 68% диагностическая ценность процентов, у кошек это вплоть до 91%. Поэтому цитология никогда не пренебрегает. Бак-посев должен отобран у нас быть асептически из плевральной полости. И посев всегда нужно производить на максимально широкий спектр, то есть на анаэробов и аэробов, для того, чтобы четко знали, что вот есть конкретная инфекция, и конкретно под нее подобрать антибиотик. Самые стандартные исследования – это анализы крови также должны быть отобраны. У пациентов не совсем специфические какие-то отклонения наблюдают, но чаще всего у нас есть электролитные нарушения, есть гипогликемия или гипергликемия, низкое количество альбуминов, легкая анемия бывает иногда у таких пациентов. Ну и, конечно же, у нас наблюдается лейкоцитос. Понятно, у нас много инфекции, поэтому может наблюдаться. Но если у нас есть сепсис, о чем мы дальше поговорим, то может быть и лейкопения. Вот. Визуальная диагностика, золотой стандарт, как быстро нам продиагностировать пациента – это все-таки УЗИ. Это неинвазивная методика. Пациента можно разместить в стационаре и сильно не переживать по поводу того, что он будет дергаться на рентгене, вы его как-то не так положите. Все, в стационар он сел, смочили ему грудную клетку спиртом, поставили датчик, УЗИ-аппарат предварительно привезя, и, собственно, все, его можно уже достаточно быстро продиагностировать, понять, что у него там есть, провести. Туркоцентез – это брать анализы крови, анализы жидкости, какие только можно, и, собственно, все. Если очень сильно повезет, можно визуализировать абсцесс или какой-либо инородный предмет. Но это все очень сильно зависит от того, кто делает непосредственно УЗИ-диагностику, и что он хочет найти. Потому что не всегда, например, ветеринарные врачи, найдя жидкость, будут такие, подождите-ка, посмотрю-ка я подольше и найду абсцесс какой-нибудь. Поэтому это не столь часто бывает, особенно в нашей практике, поэтому жидкость нашли уже хорошо. А дальше уже после того, как пациент стабилизировался, можно его и дальше подиагностировать. Но, опять-таки, абсцессы и инородные тела на УЗИ мы редко находим. Вот, рентген – полезная вещь, очень сильно, но пациента надо фиксировать для укладки, требуется время для визуализации рентген-аппарата. Но, опять-таки, сейчас очень современные рентгеновские аппараты, и поэтому время достаточно мало занимает. Но все-таки надо фиксировать постоянно пациента, вынимать его из кислородного бокса. Поэтому это исследование должно быть проведено уже тогда, когда пациент стабилен. По крайней мере, у него отобрана жидкость, по крайней мере, он засидирован немножечко, обезболен, ему уже введены антибиотики, уже можно провести исследование. Вот, опять-таки, все зависит очень сильно от того, кто делает рентген, и от того, насколько хороший у вас рентгеновский аппарат. Так можно также найти инородные тела, можно предположить абсцессы, можно предположить объемное образование у легких, ну и так далее. Поэтому метод классный, но, опять-таки, не в первую очередь. В первую очередь всегда УЗИ. Золотым стандартом диагностики, для того, чтобы понять, в чем конкретно причина у нас пиоторакса, это компьютерная томограмма и диагностическая тороктомия. Лучше совместить те два метода диагностики, но они, опять-таки, у нас только для тех пациентов, которые вполне себе конкретно должны быть стабильны. Они не должны ронять температуру, давление, глюкозу, все это должно быть у них уже проведено, они полностью стабильны, все прекрасно, хорошо, готовы к любым диагностическим мероприятиям, только тогда можно отправить на компьютерную томограмму. Как минимум, если врач интенсивной терапии захочет отправить нестабильного пациента, его сразу же развернет анестезиолог или аниматолог, например, который работает на КТ, или который работает с хирургами. Поэтому сначала стабилизировали, потом отправляем куда угодно, делаем что с ним угодно, и никто с вами ругаться не будет, потому что вы отправили нестабильного пациента. Вот, лечение, если кратко, то это антибиотики максимально широкого спектра, установка торокальных дренажей, торокальный лаваш, если есть причина возникновения в абсцессии, травме, инородном теле или в чем-либо еще, то хирургическое вмешательство и поддерживающая терапия, как же без нее. Теперь более конкретно. Антибиотики мы вводим только после того, как отобрали образцы на цитологическое и бактериологическое исследование. Без этого никак. Если ввели антибиотики, они достаточно быстро уже начинают реагировать, в том числе какое-то количество микрофлоры убить, и поэтому бактериологическое и цитологическое исследование может быть не совсем корректным. Поэтому сначала взяли образцы, потом ввели антибиотик. Сочетание беталоктамов и фторхенолонов у нас является самым идеальным и оптимальной тактикой лечения, потому что более какие-то серьезные антибиотики из резерва, например, мы не можем назначить по той причине, что нам это запрещено делать. Ну и плюс мы не хотим растить мультирезистентную флору в условиях стационара, поэтому мы так не делаем. Максимум, что мы можем сделать, это только после бакпосева какой-нибудь ванкомицин назначить или еще что-нибудь такое. Но до бактериологического посева только разрешенные антибиотики. Разрешенные антибиотики – это у нас беталоктамы и фторхенолоны, все, больше ничего не трогаем. После получения данных о чувствительности нам требуется скорректировать тактику антимикробной поддержки нашего пациента. И в принципе тут все. Таракальные дренажи. Установку дренажей следует проводить только после стабилизации гемодинамики и получения анализов крови. Самые простые примеры, которые приводятся, на самом деле таракальные дренажи ненавидят устанавливать хирурги, потому что некоторые виды пациентов берут и умирают. На данной манипуляции умирают они по той причине, что пациент может быть не до конца стабилен к данной процедуре. Банальный пример – это гипоальбиномия. Альбумина мало в организме, ну допустим там 17 грамм на литр. Пропофол, который вводится, неадекватно реагирует, его очень много, пациент может не проснуться, плюс достаточно серьезно падает артериальное давление, и все, пациенту достаточно плохо. Дай бог уже не ужит, ну блин, очень будет грустно, и очень сильно врач расставится от этого. Поэтому стабилизировали, получили все результаты анализа в крови, поняли, что все прекрасно и хорошо, проверяемся на операцию. Даже такая самая банальная установка таракальных дренажей требует как минимум минимальной подготовки, поэтому этим не стоит пренебрегать. Таракальные дренажи у нас следует устанавливать с двух сторон, никогда не ошибетесь, если поставите с двух сторон, даже если вы наблюдаете по рентгену и по воде, там только с одной стороны, поставьте с двух сторон, мало ли что. У крупных пациентов выбираем максимально большой диаметр хирургической трубки, которая у вас только есть. Плевральный лаваш осуществляем путем медленного введения 10-20 мл на килограмм физиологического теплого раствора. Вводим раствор, даем пациенту 10-15 минут походить и обратно это аспирируем. Очень хороший метод, который имеет свои нюансы, но все-таки промыли, прекрасно и хорошо. Когда у нас извлекать непосредственно трубку, это тоже достаточно частый вопрос, который у всех возникает. Трубку мы извлекаем только после того, как у нас продукция жидкости, которая образуется в грудной полости, набирается не более 1-2 мл на килограмм в сутки. Как только достигли данного результата, трубки можно смело снимать. Раньше по исследованиям было, что нужно дожидаться 3-5 мл на килограмм в сутки. Но вот недавно появились упоминания и исследования о том, что если мы будем извлекать трубку на 3-5 мл на килограмм в сутки, то есть достаточно высокий риск рецидивов. А мы этого не хотим, поэтому дожидаемся 1-2 мл на килограмм в сутки, все сняли. Больше, в том числе, держать не нужно, потому что у нас возникает риск того, что у нас будет больничная микрофлора внутри нашего организма. И тогда наши антибиотики первой линии могут вообще не помогать, и пациенту только еще хуже станет. Поэтому извлекли, сделали цитологию, увидели, что там ничего нет, все прекрасно и хорошо. Пациент чист от внутренних микроорганизмов в своей грудной полости, и тогда можно со спокойной душой снять. Хирургическое лечение сильно не ограничено у нас. Делаем диагностическую стернотомию для того, чтобы провести лаваш, очистить плевральные полости, разрушить любые спайки, вызывающие скопление жидкостью, прям хорошо конкретно все промыть, и можно, собственно, закрыть после постановки таракальных дренажей. Всегда, на самом деле, устанавливаем после торкотомии трубки, тоже этим не пренебрегаем. С двух сторон идеально, все прекрасно и хорошо. Хирург доволен, анестезиолог доволен, и врача РИБ тоже будет доволен. Поддерживающая терапия – самая классная вещь, потому как никто не описывает, а как же поддерживать нашего пациента, но смысл ее достаточно простой. Чего не хватает, то восполняем. Есть рвота – вводим противорвотные препараты. Не хватает жидкости в организме животного – вводим жидкость в организме животного. Не хватает калия – вводим калий. Много калия – вводим препараты, чтобы вывести калий. Мало альбумина – вводим альбумин, ну и так далее. Также обязательно кормим наших пациентов, не дожидаемся того момента, когда он начнет есть самостоятельно. При системной инфекции, которая есть в организме, организм, извините за тавтологию, очень и очень много энергии потребляет. Поэтому, как только устанавливаете таракальные дренажи, можно установить и за фагостому, этим не стоит пренебрегать. Но если у вас есть гастростома, можно и гастростому установить. Тоже достаточно быстрая процедура, можно совмещать это дело. И пациент ваш не будет переживать от того, что его кормят, принудительно там фиксируют как-то, засовывают ему шприцы в рот, ну и так далее. Еще корм его может начать бесить. А все спокойно достаточно будет происходить. Разогрели корм, дали ассистенту шприцу, он его покормил, все прекрасно и хорошо становится. Также нужно будет ежедневно обрабатывать все дренажи, катетеры, стомы. Покакал на себя, бывает такое, помыли пациента, потому что у нас есть достаточно серьезные риски возникновения госпитальной инфекции. А этого мы не хотим. Дополнительную инфекцию лечить мы, в принципе, и так уже ее достаточно в организме животного. Поэтому всегда за этим следим. Пациент должен быть чистенький, красивенький и ухоженный. Самое частое осложнение, которое мы наблюдаем при пиотораксе у наших пациентов, это сепсис и септический шок. Для того, чтобы поговорить, как его лечить, надо сначала разобраться, что же у нас такое сепсис, септический шок и чем они отличаются. Сепсис – это у нас жизнеогружающая дисфункция, причиной которой является дезорегуляторный ответ организма на инфекцию. То есть организм очень яро отвечает на инфекцию, что вызывает свои осложнения. А септический шок – это у нас уже частный вид сепсиса, при котором выявляется персистирующая артериальная гипотензия, при условии, что у нас нормальный волюмический статус организма, который у нас требует применения вазопрессоров. То есть артериальное давление среднее у нас должно быть плюс-минус 65 мм вт. Это достаточно мало, может быть, и еще достаточно ниже у таких пациентов. Но это то, на что требуют операции. Если у нас есть измеритель лактата в клинике, то можно измерить лактат. Если он будет высокий, то вполне себе можно ставить пациенту септический шок и уже непосредственно начать его лечить. У нас есть критерии сепсиса и септического шока в ветеринарии. Они нам показывают вот такие данные, что должна быть повышена-пониженная температура. У кошек должна быть повышена частота сердечных сокращений или же понижена. У собак должна быть только повышена. Частота отдыхательных движений также должна быть повышена у всех наших пациентов. И должен наблюдаться либо лейкоцитоз, либо лейкопения. То есть повышенная-пониженная. И в ветеринарной медицине считается, что если вы нашли очаг инфекции в организме животного, то это уже сепсис. Но у такого подхода есть свои проблемы, потому как низкая специфичность и высокая чувствительность. Приведу пример. У нас есть, допустим, собачка. Ей три года. Она поранила себе ранку. Лапку. Она начала гнить. Ну, потому что собачка решила ее разлизывать или там владельцы ее решили помазать какой-нибудь интересной мазью для заживления ран. Все. У нашего пациента он может разогреться на приеме, распереживаться. У него будет повышенная частота сердечных сокращений, повышенная частота дыхательных движений. У него будет очаг инфекции на лапе. У него может быть повышенное количество лейкоцитов, так как есть инфекция. И можно ли ставить такому пациенту сепсис? К сожалению, нет, нельзя. Да, или, к счастью, нет, нельзя. Это пациент не с системной инфекцией. Поэтому такой диагноз ему не стоит ставить. Надо его хорошо обработать, успокоить. Все прекрасно, хорошо с ним, когда будет. Все, он без сепсиса. Он с раной. Вот. В человеческой же медицине критериями сепсиса являются инфекционный очаг, синдром системно-воспалительной реакции и синдром полиорганной недостаточности. То есть при сепсисе у нас всегда отказывают внутренние органы, потому что их убивает и инфекция, и, собственно, организм еще пытаются добить. А септический шок – это у нас инфекционный очаг, синдром системно-воспалительного ответа и необходимость использования катехоламинов. То есть без катехоламинов мы не сможем нашему пациенту помочь. Поэтому данные критерии мне больше всего нравятся. Я люблю некоторые вещи экстраполировать из гуманной медицины. Поэтому в этом случае я тоже с ними согласен. И использую такие критерии для постановки сепсиса. Вот. У нас есть две причины для возникновения сепсиса. Это если вне больничной инфекции, грубо говоря, котик с улицы пришел, у него пиаторакс, у него развился сепсисептический шок. И часть всего, когда мы берем бактериологический посев, те микроорганизмы, которые мы выявляем, они чувствительны ко всем антибиотикам. И это очень достаточно хорошо с той точки зрения, что у нас есть антибиотики, которыми мы можем помочь. Но вот есть еще назокамиальные инфекции. Это те инфекции, которые мы, грубо говоря, засунули внутрь животного. И вот это уже плохо, потому как большинство этих инфекций, они, если неустойчивы ко всем антибиотикам, то к огромному большинству. И нам нередко приходится прибегать к антибиотикам резерва. На самом деле, в нашем филе такое редко бывает, но, опять-таки, метко. Поэтому никогда не хотелось бы, и нужно соблюдать все признаки, точнее, принципы стерильности у наших пациентов, чтобы не заразить их. А так, если у нас есть септический шок, и нам нужно обеспечить вазопрессорную поддержку, то препарат выбора у нас является норадреналин от 0,1 до 1,5 микрограмм на килограмм в минуту. Также обязательно выполняем скрининговое исследование наших пациентов сердечка для того, чтобы проверить данную сократимость. Если сократимость низкая, то нужно будет добавить добутамин, если норадреналина не хватает. И плюс-минус пимобендам. Классный препарат при септическом шоке. Стали очень часто его использовать, и сократимость достаточно неплохо растет. Если у нас рефракторный септический шок, то есть у нас никакие вазопрессорные первой линии не работают, ни добутамин, ни допамин, ни норадреналин, ничего такого не помогает, то уже ставим норадреналин на ЭПС с адреналином. Опять-таки, нужно два этих препарата для того, чтобы их качественно поддержать. И всегда нужно помнить, что у нас должна быть качественная инфузионная поддержка наших пациентов. И также уровень альбумина в организме крови должен быть тоже нормальным. Поэтому за этим тоже нужно следить. У таких пациентов не нужно игнорировать заборы крови. Да, приходится осуществлять заборы один-два раза в сутки, иногда даже чаще. Но опять-таки, своим пациентам мы тогда можем лучше и качественнее помочь для того, чтобы он выписал с цианара. А по антибиотикам там всё тоже достаточно просто. Опять-таки, фторохинолоны, боталоктамы – это первая линия, которой мы помогаем. Осуществляем посевы крови. У нас в Петербурге есть такая возможность, по крайней мере. Поэтому посев, антибиотики – всё прекрасно и всё хорошо. Главное – хорошую запрессованную поддержку обеспечить для того, чтобы была возможность на то, чтобы антибиотики успели подействовать. Это самое главное. Если мы говорим о выживаемости наших пациентов после стационара, то в ретроспективной статье, посвященной у нас медикаментозному и хирургическому лечению, пиоторакс медикаментозное было в 5,4 раза хуже, нежели, чем хирургическое лечение. В некоторых статьях говорится о том, что медикаментозное – оно от 73 до 95% с хорошим исходом, хирургическое – до 100% с хорошим исходом. Опять-таки, эти данные всегда вызывают у нас вопросы, потому что как это у нас 100% вылечились. Опять-таки, мы всегда должны держать в голове, что у нас не все пациенты болеют непосредственно только пиотораксом. У них могут быть еще сочетанные какие-то патологии, как сердечные, так и с печенью, почками, что-то может быть проблемное или же возникло во время лечения. Поэтому 100% выживаемости при хирургическом лечении, опять-таки, это достаточно смутные данные. Я их взял специально для того, чтобы вам показать о том, как мы задаем вопросы к таким исследованиям. Поэтому всегда обращайте внимание. У всего должны быть свои показания. И мы уже их, в принципе, разобрали. Если у нас есть инородное тело – хирургическое лечение. Есть новообразование абсцессы – хирургическое лечение. Если у нас предполагается, что у кошечки просто мигрировала инфекция, и на терапевтическом и медикаментозном лечении все достаточно хорошо, то лучше дополнительно продиагностировать нашего пациента. Отправить хотя бы на ту же самую компьютерную томограмму пациента, если есть, по крайней мере, такая возможность. Если нет, то можно провести диагностическую тарукотомию, посмотреть, все ли прекрасно, хорошо, и тогда уже лечить. Но опять-таки, в 100% случаев того, что пациент выживет, мы не говорим. И практически ни владельцам нельзя это говорить, ни самим себе, что вот если я сделаю такое-такое, то все будет прекрасно, хорошо. Нет. Осложнений достаточно много всегда. Их все нужно учитывать вкупе, когда мы лечим достаточно тяжелое заболевание, которое связано с инфекцией, которая есть внутри организма. Но в большинстве случаев, если мы разговариваем о том, сколько же пациенту потребуется пробыть на стационаре, то это в среднем от 5 до 8 дней. И дальше уже можно их отправлять на амбулаторное лечение, они будут спокойно лечиться, и дальше у вас наблюдается. Но когда вы выписали такого пациента, помните о том, что за ним в течение года еще нужно наблюдать, потому что достаточно высок риск рецидива и того, что пациент вам опять-таки вернется в тяжелом состоянии, его опять-таки нужно будет лечить. Лучше этого не допускать. Хотя бы там первый месяц-два пусть они ходят к вам на повторные приемы раз, две, три, четыре недели, дальше там раз полгода. И если уже после года наблюдения за этим пациентом с ним все прекрасно и хорошо, то собственно можно выдохнуть и сказать, что да, этот пациент от пиоторакса излечен. Если у нас не было дополнительно никаких осложнений, то все, поздравили владельцев с тем, что животное вылечилось от достаточно тяжелой инфекции. И собственно все, лечим других пациентов, о которых мы сегодня поговорили. Вот. А так в принципе у меня все. Если есть вопросы, задавайте, отвечу на них с радостью. И у меня пока все. Да, Владислав, спасибо большое. Я пока вопросы в чате не вижу, может быть сейчас подождем немножечко. Давайте. Может быть, да, кто-то захочет задать свой вопрос. А можно я задам вопрос по поводу антибиотикотерапии длительности? Да, антибиотикотерапии при пиотораксе. Ну, то есть у меня есть данные о 6-8 неделях после, ну, собственно, вот с момента, да, начала терапии. Как вы рекомендуете? Я бы рекомендовал отталкиваться непосредственно от того, какой возбудитель мы нашли. Грубо говоря, если это какая-нибудь там кишечная палочка, допустим. Она достаточно неплохо подается лечению, и в некоторых случаях на стандартных курсах антибиотикотерапии мы можем про них забыть. Также, если после излечения от аркальных дренажей мы видим, что у нас все чисто, прекрасно и хорошо, то тоже стандартный курс, там, 2-3 недели можно его использовать. Но если мы видим, что у нас есть рецидивы на развитие инфекции, допустим, через месяц у нас инфекция опять начала прогрессировать, условно говоря. При всем при этом у нас нет никакой причины в развитии пиоторекса, там, абсцессы, инородное тело, которого мы там не нашли, или еще что-нибудь такое. То есть, пациент, условно говоря, чистый, у него просто мигрировала инфекция. Мы из него все извлеклись, это прекрасно и хорошо. Тут стандартный курс введения антибиотиков. Но если у нас с инфекцией плохо подается лечение, то в дальнейшем, да, можно рассмотреть варианты того, что антибиотики достаточно долгим курсом, вплоть до двух месяцев, как вы и говорили, тогда можно попробовать. Поясните, что такое стандартный курс для слушателей наших? Сейчас, секунду. Горло пересохло. Вот. Чаще всего в книжках по интенсивной терапии, которую мы все любим читать и изучать, там стандартным курсом является введение антибиотиков от 14 до 21 дня. Ну, если конкретно читать про пиотор, кстати, считаем стандартным курсом. Если другие какие-то инфекции, допустим, мой любимый парвовирусный энтерит, там стандартным курсом введения антибиотиков считается 7 дней вообще. И как можно быстрее отменить. Поэтому надо конкретно брать книгу и там... Ну да, нет, но в случае с парвовирусным энтеритом мы понимаем, что все-таки бактериальная инфекция вторична к вирусному повреждению. Здесь одна история. С пиоторексом все-таки бактериальная распространение на первом месте. Да, 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 я поняла. Ну вот, это я тоже поясняю, да, почему такая разница. Поэтому, конечно, в случае с пиоторексом курсы действительно дольше, как правило. И так у нас не было пациентов, которым бы мы применяли дольше трех недель антибиотики на самом деле. Тьфу-тьфу-тьфу. Перекрестимся, конечно. Люди мы своеверные, но все-таки пока не было еще таких пациентов, которым мы больше трех недель применяли. Ну, отлично. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!